Хорошим кожным ремешком, да посильнее, чтобы дошло лучше. Наставлять детей таким способом в некоторых семьях до сих пор считается нормой. А вот психологи с таким подходом не согласны. И уже не один десяток лет пытаются утихомирить таких воспитателей. О том, что порка ребенка – это насилие, впервые заговорили в Швеции. Там в 1979 году на законодательном уровне запретили физическое наказание детей. Угодить за решетку можно даже за повышенные тона. Считается, что крик оказывает вредное эмоциональное воздействие. А это уже психологическое насилие. Его жертвами становятся не только дети, но и взрослые. Если муж постоянно критикует жену, не разрешает ей общаться с подругами или, например, открыто презирает ее взгляды и убеждения, все это плохие звоночки. За полгода у нас порядка 400 обращений зафиксировано. Практически, наверное, чуть ли не в каждой семье в той или иной мере это применяется или применялось. Это обесценивание, необоснованная критика, оскорбление и так далее и тому подобное. Вот это, безусловно, и лидеры. Такая травля в семье – прямой путь к тому, что у человека, который ей подвергся, могут развиться серьезные психические отклонения. Последствия не менее тяжкие, чем от побоев. Эксперты уверены – всякого рода насилие должно пресекаться. Сегодня уже разработана новая концепция закона и, возможно, вскоре эмоциональных насильников будет ждать уголовная ответственность.